У армян своя какая-то особая миссия. У каждого народа своя миссия. Как у евреев, так и у русских, там у греков. Наш прародитель Гайк, мы же от его имени Гайк. Имя – это твоя сущность, это твоя миссия, это твоя природа. Который жил в Вавилоне, когда из Армении после потопа часть народа пошла на юг, он восстал против Бела, который строил Вавилонскую башню. Он отказался принимать участие в богопротивном строительстве сатанинского капища. Он и 300 его родственников решили вернуться в Армению, на родину предков, как хоринацы пишут. С 10-тысячной армии Белл погнался за ним. Он своим луком пронзил его, и армия разбежалась. После чего Господь смешал народы на языки, и они не достроили вот это капище вавилонское. И он вернулся в Армению. Кто был Гайк? Безстрашный воин бога, противник зла и злоодолевающим оказался. Он убил первого глобализационного царя, первого императора мирового зла, освободил все человечество. Глобализацию вы считаете однозначно злом? Да, однозначно, конечно. Вы знаете, если Господь создал нации и государства, а остальное искусственно все подогнать в одно, это уже не божественное. Это уже сатанинское. Так вот, он убил первого прототипа антихриста. Сатана нам этого не простит. Ни Гайку, ни нам, ни нашим потомкам. Это я еще 7 лет назад пел. Он будет гнаться за нами. Все время насылать испытания за испытаниями. Но мы, как армяне, даже осознавать свою миссию. Миссию Гайка. Гай. Я должен нести. То есть, мы должны быть стойкими. Да, нас будут резать. Да, будут нападать. Да, нас будут бить. Но мы должны, как горстка маленькая, как Гайке 300 человек, половина женщины, половина мужчины. Мы должны зло одолевать. Мы должны быть бесстрашными воинами Бога. За что всю жизнь страдали, будем страдать, но будем до конца нести наш крест. Не надо отчаиваться. Где альфа, там не у мега. Сатана знает. Когда в начале армяне свое слово сказали, во время Вавилона, в конце тоже скажут. А это сатане невыгодно.